Подготовительная работа по включению в состав участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» проводится в Орловском регионе. Эти данные озвучил на заседании правительства руководитель профильного департамента Геннадий Парахин. Один из вопросов повестки – итоги деятельности промышленного комплекса Орловской области и прогноз на 2019 год. Начиная с сентября 2018 года, темп роста показателя индекса промпроизводства постепенно снижается. Однако при этом темп роста объема отгруженной продукции сохраняет положительную тенденцию. Ряд задач озвучил губернатор Андрей Клычков. Создаются новые компетенции в промышленности региона, имеющие значительные перспективы развития, такие как производство напольных покрытий, цементно-струничных плит для строительной отрасли или санитарной керамики. Это миллиардные инвестиции, сотни новых рабочих мест. В 2019 году планируется продолжить работу по обеспечению благоприятных условий развития всего промышленного комплекса Орловской области. Здесь, как вы знаете, активная работа ведется и по привлечению новых инвесторов, и по помощи инвесторам, кто уже давно работает в регионе. Наша задача не просто создавать условия привлечения, но и задействовать пустующие промышленные площадки и расширить инвестиционный потенциал. Помогут новые кластеры, технопарки. Один из них планируется создать на территории бывшего завода «Орлекс». Об этом много говорилось. Я понимаю, что это непростой вопрос сегодня. Даже говоря об этой идее и инициативе, нужно понимать все сложности, которые могут стоять на пути. Строительство компании «Айвиси Русь» завода напольных покрытий позволило создать в Орловской области новую компетенцию производства полимерных материалов, имеющих значительные перспективы развития на территории региона. Инвестиционный проект «Стемал», получивший новый импульс в прошедшем году, также открывает в регионе новое, ранее неосвоенное направление производства цементно-строечных плит для использования в строительной отрасли. Объем инвестиций в проект составит более 4 миллиардов рублей. В ходе его реализации планируется создать 92 рабочих места.